Шалом! С вами Рафаэль Перский, посланник любопиского раба и короля Машеха. Мы находимся в недельной главе Тору и Баира, вторая недельная глава новой книги Шмот. В конце недельной главы Шмот Моисей идет к фараону и просит, и требует, можно сказать, то, чтобы фараон отпустил еврейский народ. Но фараон усиливает, наоборот, усиливает гнет более сильный еврейского народа. И тогда Моисей говорит Всевышнему, почему ты усилил, почему ты эрета, как бы у худшей положения, я пошел к фараону, как ты мне сказал, а я сделал все, что ты сказал, и что в конце концов еврейский народ еще начал более страдать. Недельная глава Тору и Баира. В слове Баира указывается то, что Всевышний, Всевышний Он Один. Очень важно подчеркнуть, каждое шмайсре, когда говорится шмайсре, слушай Израиля, Всевышний Один, очень важно подчеркнуть, что Всевышний Один, то есть первопричина всему. И это слово, в слове Баира указано, что Всевышний Он Один. Давайте посмотрим. Есть такое выражение Теперь возьмем начальные буквы Алиф, Рейш Вав Алиф И что у нас получается? Недельная глава Торы называется Ва-И-Ра Ва-Ва-И-Ра, то есть первая буква Ва идет сюда, потом Алиф сюда, Рейш сюда и последняя Алиф сюда. Что значит, а не решено, а не охорону? Это значит, что я единственный, я первопричина всему. То есть все, что происходит, все, что происходит в этом мире, явное добро и неявное добро. Почему я называю это неявное добро? То есть иногда мы видим вещи, которые как бы отрицательные. То есть Рейбе говорит нам такую вещь, что это из скрытого добра. То есть скрытое добро. То есть есть добро, но оно скрытое. То есть то же самое, что еврейский народ находится в Галуте, находится в Мицраиме, как бы рабами у фараона. Это плохо, это явно плохо, но это в нем заключено то, что в конце концов из этого, как бы плохого, выйдет добро. То есть Всевышний, а не решено, а не охорону, то есть первопричина всему. Ничего нет, нет такой силы, которая воюет, не дай бог со Всевышним. Единственное Всевышнее в этом мире есть. Все, больше ничего нет. Теперь мы можем сказать, ну как, Моисей, сразу требования такие ко Всевышнему, упрек, можно сказать, ко Всевышнему. Всевышнему говорит, смотри, я Аврааму обещал, и Ицхаку обещал, и были вещи, я кого обещал, и были вещи, которые я. Они не видели, что они исполняются, но никогда они не были в претензии ко мне. И ты сразу пришел в претензиях. На самом деле можно сказать, да, Моисей что-то сплоховал, но в это не так. Моисей говорит, и ему болит, он болеет за еврейский народ. Ему нехорошо, он хочет, чтобы еврейский народ уже вышел на свободу. И поэтому этот упрек, который как бы упрек, он был, он был от всего сердца, от всей души, и Всевышний его не наказал, и как бы не упрекнул. И наоборот, Всевышнему говорит, я выведу еврейский народ из-под египетского ига. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Есть такое выражение, значит, слово. Когда Всевышний сказал, что он выведет еврейский народ из-под египетского ига, это пишется так. Самых, бет, ламет, вав, и тав. Саблюд, то есть это мучение, это ига. Есть еще одно слово, хорошо известное людям, которые приехали сюда, особенно в 90-х годах. Им говорили савланут. Что такое савланут? Значит, это мучение. Ига. Так. А есть слово савланут. Самых, бет, ламет. Видите, то же самое, но ставится здесь еще нун. Савланут. Терпение. Терпение. Одна буква разница между мучением, игом и терпением. И Всевышний говорит, я вытащу вас из ига. Можно сказать, я вытащу вас из вашего терпения. Почему терпение? Да потому что раб может оставаться рабом все время до тех пор, пока ему не надоест, пока у него не кончится это терпение. Когда у него кончается терпение? Вот тогда, вот именно тогда он может выйти из рабства. То есть, Всевышний говорит, я вытяну ваше терпение, хватит уже терпеть. То есть, то, что Моисей пришел и сказал Всевышнему, сколько можно, хватит Всевышний. Для Всевышнего это было хорошо, для Всевышнего этого хотел. То же самое, что мы теперь просим у Всевышнего, Геулу, полное окончательное освобождение. То же самое Всевышний хочет, чтобы мы, хватит уже терпеть. Чтобы мы просили у него, Геулу, полное окончательное освобождение. То есть, вытянуть из нас терпение. То есть, когда может это произойти? Когда действительно очень тяжело, становится тяжело, но не по меру тяжело. И тогда человек уже говорит, все, я уже больше не могу, я больше это не выдерживаю. И тогда он начинает прорываться и хочет выйти из своих рамок, которые его держат из своего капкана. То же самое, есть такая шутка, когда евреи приехали, их называют Оле-Хадаш, как бы поднимающийся, новый поднимающийся. И они, идет один Оле-Хадаш, и у него вот так вот одно плечо внизу, а одно наверху. И у него спрашивают, что с тобой произошло? Говорит, смотри, я хожу, мне надо это, мне надо то, мне надо то. Я хожу, значит, в Министерство абсорбции. И мне каждый хлопает по плечу и говорит, совланут, совланут. Мне так уже нахлопали по плечу, что это плечо опустилось, а это поднялось. То есть, вот именно, терпеть не надо. Нужно стараться выйти из того положения, в котором мы находимся. Поэтому многое неизвестно нам, неизвестно, почему это происходит. И это становится нам известно только после какой-то промежутка времени, а может быть, очень большого промежутка времени. И, например, выход из Египта, это было преддверию получения Торы. Поэтому, все, что с нами происходит, мы должны знать, что это происходит к тому, что-то Всевышний, как говорится, заварил. И к чему-то он нас подводит. У каждого в личной жизни. И то же самое в общественной нашей жизни. И поэтому нужно стараться понять, что сейчас хочет у нас Всевышний. И по этому поводу есть один рассказ, что один гость приехал в одно местечко, его пригласили домой, к одному богатому еврею. И у этого богатого еврея было такое, значит, когда за субботним столом собирались, то первую пробу чонта, да, субботней еды давали гостю. Значит, гость взяли, дали ему эту кастрюлю, он, значит, пробует это чонт и говорит, а можно еще? Ну, ему еще дали пробовать. Короче, он ел, 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 съел весь чонт. Все смотрят на него. А он потом спрашивает, а еще есть? Ему говорят, ну, и осталось еще чуть-чуть. Он говорит, да, можно еще мне чонт, я хочу покушать. Ему приносят последний чонт, он съедает весь чонт. После этого сабата, о нем вся деревня говорила, какой-то обжора, фрессер, наидыш фрессер, съел весь чонт. Как ему не стыдно? Этот еврей, который съел весь чонт, он ничего никому не сказал, никому ничего не объяснял. Но, в конце концов, через много-много лет, раввину этого местечка удалось узнать, что тогда произошло. Оказалось, что в этом доме, у этого богатого еврея, работала работница, бедная еврейская девушка, без родителей, сирота. И она перепутала, немножко налила вместо масла керосина в этот чонт. Когда он попробовал этот чонт, он понял, что там есть керосин. И он понимал, что если узнают, что она так сделала, ее могут уволить, ее могут поругать, обидеть. Ну, обидеть навряд ли, все-таки это еврейская семья. Нет, ну, во всяком случае, ей бы не было приятно. И поэтому он решил взять весь стыд на себя, съесть этот весь чонт, чтобы никто-никто не узнал, что этот чонт был испорчен. Поэтому мы должны понимать, что, в конце концов, все, что не происходит, все к лучшему. Но, если происходят вещи, что мы находимся в таких условиях, как Галут, Всевышний от нас хочет, чтобы мы требовали Геулу. В этой главе мы становимся свидетелями казней, которые обрушиваются на фараона и на египтян. Эти казни, они как бы, фараон хочет это видеть не как проявление Всевышнего, а как стихийное бедствие. И это говорит о том, что, например, есть разные имена Всевышнего. Есть имя Всевышнего Элоким. Элоким, значит, оно пишется так. Но мы не можем написать все буквы имени Всевышнего. Поэтому мы будем писать, например, алиф – это единица, гематрия – единица. Потом идет ламет – это 30. Потом идет гей. Мы не будем его писать. И поэтому мы ставим гей – это 5. Это 5. Потом идет ют – это 10. И мэм – это 40. Если все сложить, 40 и 10, 50, 55, 85, 86. Так? То есть число получается 86. Это имя Элоким. Есть природа. Как на иврите природа? Это ТЭВа. Значит, это гей, ТЭВ, ТЭТ, значит, 5, 9, БЭТ и АИН. БЭТ – это 2, АИН – это 70. Значит, 79, 80, 81 и 5. То есть 86. Всевышний, он проявляется в этом мире, как Элоким. То есть есть законы природы, есть земное притяжение, есть законы физики. И тогда человек может сказать, слушай, какой Всевышний? Все это создано законами природы. Ну, так вот, как раз таки, природа, природа – это и есть Элоким. Видите, ТЭВа – это природа. 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 А Элоким – это одно из имен Всевышнего. Поэтому сейчас фараон хочет сказать, нет, это не Всевышний. Это природа. Такие несчастья на нас обрушились. Он не хочет признать, что сам Всевышний делает это все. И Моисей об этом говорит. И фараон упирается. Он не хочет признавать это. После того, как Моисей, можно сказать, нагрубил Всевышнему и сказал, почему, что ты делаешь плохое народу, как ты усилил гнет над еврейским народом. Всевышний обращается в Идабер, Ашем, Эль Моше, и сказал, обратился к Моисею в Идабер. Это как бы такой строгий разговор, можно сказать. После этого он говорит «В Идабер» и сказал. То есть более легкий, более мягкий. Например, вот между мужчинами, когда говорят мужчины, они говорят «В Идабер», то есть разговаривают. А когда с женщинами нужно разговаривать более мягко, так «В Иемар», то есть впоследствии, через несколько строк Всевышний уже разговаривает, сказал Моисей. То есть он как бы чуть-чуть упрекнул Моисея, что он до конца не понимает всего плана Всевышнего. Но, с другой стороны, он рад и хочет продолжать с Моисеем именно быть в хороших отношениях. Была одна история, когда к Рэбе в 60-х годах один хасид, но не хабадник, он женился его сыном и хотел, чтобы Рэбе дал ему богословение. Он записался к Рэбе, и очередь была очень длинная. Он приехал и начал просить у секретарей, чтобы Рэбе его принял без очереди. Чтобы ему, вернее, не Рэбе его принял, а чтобы его запустили к Рэбе попросить богословения на свадьбу. Когда Рэбе дал богословение сыной, сказал и пожелал, то этот хасид, я еще раз повторяю, он не был хабадником, и поэтому у него хватило, как говорится, не могу сказать наглости, но такого, можно сказать, да, немножко наглости. Он спросил у Рэбе такую вещь, что в Торе написано, что ненавидящих Всевышнего я ненавижу. То есть у него был вопрос к Рэбе. Как может хабадники, как может Рэбе относиться к грешникам, которые как бы воюют со Всевышним, как Рэбе их приближает? Если написано четко и ясно, написано, что когда есть грешники, которые воюют против Всевышнего, их надо ненавидеть, к ним не надо относиться хорошо. Рэбе вдруг стал очень серьезным. Вдруг, после такого, я думаю, действительно, Рэбе это воспринял очень серьезно и говорит такую вещь, что, смотрите, если бы у тех людей, которые так считают, их дочь отошла от еврейства, что бы они сказали? Что бы они сказали? Они бы сказали, а, это исключительный случай, это же моя дочка. И написано, мипсарка альтиталем, то есть, от своего не отворачивайся. Тогда Рэбе еще более стал серьезным и сказал, что для моего тестя, Рэбе Раяца, и для меня, каждый еврей, он дорог, как сын. И как же я могу отвернуться от своего сына? То же самое и Всевышний. Для Всевышнего каждый еврей дорог, потому что мы действительно дети Всевышнего. Он нас любит. Иногда, конечно, отец должен воспитывать, но ощущение того, что мы его дети, и он наш отец, это ощущение нужно развивать, и питать его, и понимать, что Всевышний наш отец. И все, что от него, все к добру. И Всевышний говорит, что я говорил с Авраамом, с Ицхаком, с Яковом, но проявляя имени моего, я как бы не открыл. Есть такое имя Ют Кей Вав Кей, Всевышнего, которое выше природного порядка. И я не открылся вашим праотцам этим именем, а вам откроюсь. То есть, вы как бы, еврейский народ, вы как продолжение моих, как, как говорится, Авраама, Ицхака и Якова. И поэтому, и то, что положено, то, что я им обещал, я все сделаю. То есть, вы продолжение, проявление их в этом мире. И я проявлюсь, как Ют Кей Вав Кей, как имя Всевышнего выше природного порядка. И для того, чтобы фараон получил по заслугам казни фараона, чтобы произошли, как положено, то есть, медак и негид меда, то есть, чтобы все, что он сделал еврейскому народу, именно стариться ему пришлось. То есть, чтобы суд был правильный и справедливый, Всевышний изменит некоторые законы природы. Однажды, в одном городе, в котором не было ученых Торы, пригласили одного известного талмудиста, знатока Торы, быть у них равеном. И сказали ему, послушай, в нашем городе похоронены очень большие праведники, известнейшие праведники, которые жили здесь 100-200 лет тому назад. И поэтому здесь почетное место тебе быть равеном. Этот равен согласился и в конце концов узнал, что когда говорили об этих праведниках, они не похоронены здесь, они похоронены совсем в других городах. И он пришел к главам общины и говорит, вы меня обманули, этих праведников здесь нет, в этом городе их нет. Здесь никто не похоронен из праведников и больших знатоков Торы. На что они ему говорят, смотри, они здесь похоронены. Вот в тех местах, где они действительно были и где они похоронены, там есть люди, которые учат их труды. Когда они учат их труды, эти праведники как будто живые. А вот именно в нашем городе, в котором эти труды не учат, эти праведники действительно похоронены. еврейский народ, который прошел рабство, который находился очень в тяжелых условиях, и они потеряли, вот как бы, можно было сказать, они как бы потеряли связь с праотцами, с Армамом, как в Мияком. Нет. На самом деле нет. Когда еврейский народ вышел из Египта и двигался, и к получению Торы произошли сильнейшие изменения, и евреи ожили. Евреи были готовы получить Тору и выполнять эти заповеди. То есть они преобразились, они изменились, внутренне и внешне, и стали достойными продолжателями цепочки авраамецких веаков. И дальше могли нести вот эту вот святость, вот эту вот избранность того, что и Всевышний проявился нашим праотцам. И так дальше должно продолжаться эта цепочка из поколения в поколение, из поколения в поколение, до наших времен. То есть мы, люди, когда мы будем учить Тору, когда мы будем выполнять заповеди, именно тогда Авраам, Ицхак и Яков, они будут живы. Они будут живы, потому что мы продолжатели их дела.